Перед початком обмеркования своей деятельности члены Президуума Совета Гомельского областного объединения профсоюза побывали на Мазырских предприемствах. Первым стал Саугаз-комбинат «Зара». Это не только одна из лучших из подарок у сельгаз-сектора краины, а и приклад по разумению по межпрационным и наимальникам. Середняя зарплата тут 9 миллионов. Звышь того, каждый работник отрывливает натуральные бонусы. Человек, если отработал полное место, получает 120 яиц, 250 грамм мяса птицы на отработанный день и 2 литра молока или кефира на выбор. Также в хозяйстве имеется пасека. Раз в год каждый получает из большого коллектива 1300 человек по литру меда. Также имеется свой пруд, выращиваем рыбу, порядка по 15 килограмм рыбы каждую осенью получают. Еще один пункт у программы визиту областного профсоюзного актива у Мазырский нафтоперопроцовший завод. Середняя зарплата тут 12 миллионов, а организация працы и коллективная домовленность, помешанная маленькими работниками, одни злепших у нашей краины. Головное – не экономить на здоровье працовных. Работники имеют возможность сами оздоравливаться в санатории, в санатории Сосны. Причем вклад работника – это 10% от стоимости путевки всего лишь. Созданы очень достойные условия труда. У нас на предприятии действует 7 столовых на более чем 500 посадочных мест. На местах, на участках, везде есть комнаты приема пищи, санитарно-бытовые помещения. Работники в полном объеме обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. И профсоюзная организация четко за этим следит в том числе. Усё убаченные члены Совета Гомельского областного объединения профсоюзов обмерковывают подчас вынекового посаджения. Конечно, узровень наведанных предприемств уражвая, а лишь гэта не показчик як для Мазыршины, так и для Гомельской в области у целом. На предприемствах апая проблем, які повинны выращать у тем лику и профсоюзы у першую шаргу створения коллективных договоров. До того, широким профсоюзным рухом охоплены далека не усе предприемства, хоть лик торвичных ячеек не сама мыта. Часа мясовые профсоюзные активисты, змагающиеся за колькость членов, забывают про реальные меты своей работы. А яны повинны выступать с медиаторами, помеж працуумными и наймальникам, згладживать возникающие конфликты и при этом заставаться на боку работников. Очень уязвим человек труда по многим параметрам. Настроение своего нанимателя, вопросы внутри коллективных каких-то, так сказать, таких финансовых проблем, еще. И вот важно, чтобы вот в этом всегда находилась альтернативная сила, способная не создавать конфликт, а в компромиссах находить варианты решения для того, чтобы минимизировать вот те проблемы, с которыми может столкнуться человек. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель», Мазырский район.